Здравствуйте! В эфире субботний выпуск программы событий. С вами Олег Зверев и самые интересные новости за неделю. Долгожданные возвращения и приключения Самарского Буратино завершились хэппи-эндом. Бронзовый мальчик вернулся. Две недели назад скульптура исчезла с улицы Фрунзе. Жители даже полицию вызывали в страхе, что ее украли. Историю со счастливым концом расскажет Марина Матвейшина. Буратино вернулся. 300-килограммовый мальчик из бронзы снова радует прохожих своей улыбкой, но теперь крепко стоит на ногах. Основанию скульптуры укрепили четырьмя толстыми болтами вместо одного тонкого. А болты прилично вот какие. Сколько? 20-25 длиной. Да, ширина, то есть толщина очень симпатичная. С палец. Так что их снять бесполезно. Две недели назад скульптору Степану Корсляну сообщили. Буратино нашли сломанным на улице. Кто-то неудачно сделал селфи. Вся фигура сильно не пострадала. Был сломан золотой ключик. Но браться за его восстановление согласилась лишь одна мастерская. Ключик внутри пустой, потому здесь нужна особая сварка. После ремонта скульптор подретушировал место слома и ключик снова как новенький. После восстановительных процедур Буратино похорошел и посвежел. Мастера его затонировали, поэтому он не такой сияющий. Но это ненадолго. Скоро самарцы снова начистят до блеска и руку Буратино, и его нос. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов. События. В пополнении в рядах водителей ТТУ в учебном центре предприятия прошли выпускные экзамены для первых слушателей. Они в совершенстве изучили устройства, правила движения в городе и даже психофизиологические основы деятельности водителей. На итоговые аттестации побывала Марина Матвеевшина. От профессии мечты Алексея Мухтулова отделяют всего пять вопросов в билете. Юноша берет себя в руки и сражает строгую комиссию блестящим ответом. И, наконец, те главные слова, которые здесь хотят услышать все. Сразу после экзамена в отдел кадров оформляться на работу. Алексей говорит, ждет не дождется выхода в рейс. Управлять трамваем для него – настоящее удовольствие. Как на коне, на высоте. На высоте всех видишь, все видишь. Как на коне. Сегодня в учебном центре ТТУ выпускные экзамены сдают первые слушатели курсов. Желающих управлять вагоном – почти три десятка. Те, кто правильно ответит на все вопросы билета, уже завтра отправятся в рейс. Выпускники должны в совершенстве знать устройство трамвая, правила дорожного движения, оказание первой медицинской помощи и психофизиологические основы водителя трамвая. Город-мегаполис. 60% перевозок в городе осуществляется именно нашим предприятием – трамвайно-троллейбусным управлением. Это огромная масса людей, огромная сеть, ответственность за жизни, здоровье и все такое прочее. Работать приходится в условиях очень сложных водителям, и мы учим их, как сделать так, для того, чтобы можно было привести нервную систему в порядок, и чтобы она не влияла на качество выполняемой работы. А эта группа слушателей только начинает осваивать водительское мастерство. В учебном центре ТТУ новый набор. Меньше чем через полгода они смогут пополнить скадровый состав трамвайно-троллейбусного управления. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. От сверхлегких авиационных деталей до современной элитной бижутерии. Этим занимается Международная лаборатория, композиционные материалы и конструкции, которая сформирована в Аэрокосмическом университете. Ее организаторами стали СГАУ, Институт машиноведения РАН и Люблянский университет Словении. Студент Марат Полушкин, который занимается проблемой увеличения прочности композитов, стал победителем конкурса «Умник». С начинающим ученым встретилась Мариана Мирная. Марата Полушкина не зря называют «Умником». В конкурсе с таким же названием студент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов победил в одной из номинаций. Молодой человек разработал метод повышения прочности композитов, искусственно созданных неоднородных материалов, состоящих из двух или больше компонентов. Их используют для создания деталей для самолетов, спортивной защиты и даже бижутерии. Марат с гордостью показывает особо прочный шлем для роллеров или велосипедистов. Смотрится гораздо лучше, чем обычные пластиковые аналоги, но это не основное его преимущество. Основное преимущество в том, что выдержат гораздо более сильные ударные нагрузки, нежели обычные пластиковые шлемы. Разработкой композиционного материала с повышенными прочностными свойствами Марат Полушкин занимается под контролем своего научного руководителя. В перспективе должен получиться материал, который хорошо тянется во все стороны, не ломается и не разрывается под нагрузками, говорит наставник. Одной из таких преград является вот эта низкая межслоевая прочность. Видели торт «Наполеон»? Его не всегда удобно есть, потому что он расслаивается. Вот слоеный, слоистый композиционный материал остается таким тортом, пока мы не увеличили прочность, которая связывает его слои. Если у команды разработчиков получится повысить прочность материалов для использования в самолёта и вертолётостроении, ребята зарегистрируют патент. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Самые заветные мечты становятся реальностью. В Самаре началась благотворительная акция «Ёлка желаний». «Зелёная красавица» украшена письмами воспитанников детских домов и приютов. Чего ждут от новогодних праздников, рассказали более 600 детей. Репортаж Лариса Шалафаст. «Хочу велосипед, планшет, большую куклу». Новогоднюю ёлку украшают письмами с самыми заветными желаниями. Сейчас их уже больше 600. Письма мечты воспитанники приюта «Ровесник» развесили вместе с главой города Олегом Фурсовым. Совсем скоро наступит особенный праздник, когда чудо ждёт каждый. Машина на пульте управления, потому что её можно катать. Автомат с патронами, потому что он больше всего нравится. Глава Самары также поможет сбыться детским мечтам. Он выбрал несколько желаний, которые обязательно исполнит. «Три, давайте, четыре. Так, ну что, наушники и колонка. Вот такое интересное желание. Набор художника. И у нас гири, гантели и коньки. У нас, знаете, за 8 лет 10 тысяч наших жителей приняли участие в этой акции, помогли детям осуществить мечту, организовать праздник. И из года в год количество граждан, желающих помочь, принять участие в этой акции, а шириться – это очень хорошо. Давайте вместе делать хорошие праздники для наших детей». Также Олег Фурсов передал ребятам новогодний огонь, от которого зажгутся другие ёлки желаний в городе. «Олег, ты мой тёст, вот я вручаю тебе, ты как старший среди этой группы ребят, да, и Оля, и Даша, чтобы вы этот огонёк передали на каждую ёлку новогоднюю в нашем городе, что везде он горел и светил тем людям, которые хотят нести добро». Верхние строчки в рейтинге новогодних желаний традиционно занимают игрушки, телефоны, компьютеры и спортивный инвентарь. Почувствовать себя добрым волшебником может каждый самарец. Для этого нужно снять с волшебного дерева письмо и подарить ребёнку новогоднее счастье. Ёлки желаний установлены в районных центрах «Семья» и в городском департаменте семьи, опеки и попечительства. Акция продлится до конца декабря. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Краше, ярче, интереснее. Самарские предприятия соревнуются, кто лучше оформит витрину или фасад здания к Новому году. С начала месяца городская администрация объявила о конкурсе. Как нужно создавать праздничные настроения, узнавала Марина Матвейшина. «Смотришь в витрину магазина и погружаешься в новогоднюю сказку. Нарядные ёлки, горы подарков под ними и добрые волшебники Деда Мороза. Этот магазин постарался на славу в оформлении витрины к празднику». В этом году мы хотели отразить модный тренд, что небесный цвет, голубой. Мы полностью витрину оформили в голубом небесном цвете. Показали камин, как можно уютно устроить свой, украсить свой дом. То есть, как правильно сервировать стол. Магазины, предприятия, учреждения социальной сферы могут порадовать снарядными фасадами и витринами не только прохожих, но и сами себя. С 1 декабря в Самаре стартовал конкурс на лучшее праздничное оформление здания. Коммерческие и некоммерческие организации до 18 декабря могут отправлять заявку в администрацию города с желанием посоревноваться, кто краше, ярче и интереснее. Основные критерии, ну, наверное, прежде всего, такой эмоциональный и человеческий, который связан с наступающим Новым годом, ощущением праздника. Безусловно, будет оцениваться и оригинальность оформления, и соответствие тематики, и объемы, которые оформление каждый может представить и позволить себе в рамках своей деятельности. С 22 по 24 декабря конкурсная комиссия будет подводить итоги. Победителей будет сразу несколько в разных номинациях. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. Высокое искусство на самарской сцене. В Театре оперы и балета в восьмой раз прошел музыкальный фестиваль, посвященный Мстиславу Ростроповичу. Великий музыкант считал своим долгом развивать искусство в провинции. Его дело продолжает знаменитый дирижер Валерий Гергиев. По его инициативе организовали музыкальный фестиваль в Самаре, где любил бывать Ростропович. Классической музыкой наслаждалась Марина Матвеевшина. Симфония Рахманинова в исполнении Мариинского симфонического оркестра под руководством маэстро Валерия Гергиева. Раздвигает рамки сознания и заставляет ощущать музыку буквально кожей, до мурашек. Маэстро в очередной раз развенчивает миф о сакральности дирижерской палочки. В этот раз ее вообще нет. После концерта в беседе с журналистами рассказывает случай, как в Нью-Йорке доказал друзьям. Дирижировать можно чем угодно. А поскольку мы были в японском ресторане, я взял и уходя захватил его палочку. Через час мы все были в Линкольн-центре, я дирижировал шестой симфонии Майдера. Сидели они в ложе дирижера, это прямо вот так, наверху. Я вышел на концерт, нью-йоркский оркестр филармонический играл, и отсюда вытащил из китайского ресторана палочку и посмотрел на нее. И они чуть не выпали из этой ложи, потому что они стали жестикулировать, чай мне в глаза, говорю, они узнали. В Самаре проходит восьмой музыкальный фестиваль Мстиславу Ростробовичу. В этом году он посвящен творчеству Сергея Рахманинова. Звезды Мариинского театра и симфонический оркестр дают три концерта. Один из них благотворительный. Это и есть главный замысел, отмечает Валерий Гергиев, нести классическую музыку в массы. Впервые фестиваль был организован в 2008 году Валерием Гергиевым и областным правительством. За это время прозвучало большое количество произведений российских, зарубежных композиторов. Надеемся, что фестиваль у нас будет жить еще очень долго, и многие годы мы будем сотрудничать и с симфоническим оркестром Мариинского театра, и, конечно, с самим маэстро Валерием Гергиевым. Есть идея познакомить самарскую публику со знаменитым балетом Мариинки. Маэстро Гергиев обещает подумать, как это устроить. Это будет большим событием для Самары. Марина Матвейшина, Дмитрий Мешканцов, События. Сказка перед Рождеством. В Театре оперы и балета давали премьеру «Волшебные флейты» Моцарта. В непривычном для самарской публики формате музыкально-драматический жанр, который немцы называют «Зингшпиль», был очень популярен в Германии и Австрии два столетия назад. Почему оперу «Волшебные флейты» называют последней любовью гения, знает Марина Матвейшина. В доме бюргеров готовится к Рождеству. Шум, гам, предпраздничное настроение. В Самарском театре оперы и балета премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». Сюжет обработан в духе популярных в то время народных феерий и полон экзотических чудес. Моё мнение по поводу «Волшебной флейты» совпадает полностью с Петром Ильичем Чайковским. Никогда более гениальной музыкой не было написано, более бессмысленный сюжет. Волшебство начинается сразу, как только вы попадаете в театр. Здесь всё наоборот. По задумке режиссёра, зрители сидят на сцене, а действия происходят в зале. Необычно это и для публики, и для самих артистов. Нам не видно дирижёра. То есть дирижёр установлены специальные мониторы, в которых мы его, в принципе, видим, но всё равно это необычно. Обычно всё равно, то есть яма оркестровая, сидит оркестр, дирижёр, это всё видно. Здесь приходится больше ориентироваться даже, может быть, не на мониторах, потому что мне кажется, что жест дирижёрский доходит с немного запозданием, а всё-таки ориентироваться на слух. «Волшебная флейта» считается одним из самых популярных сочинений музыкального театра и самое любимое произведение самого Моцарта. По легенде, на «Смертном одре» он попросил сыграть именно эту музыку и стал напевать партию Папагенна. Марина Кравцова, Марина Матвеевшина, Григорий Пляшаков. События. Великие футболисты на почтовых марках. Выпущена ещё одна серия к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Коллекции филателлистов скоро пополнят марки с фотографиями Льва Яшина и ещё шестерых легендарных футболистов. Три набора уже разошлись по частным альбомам. Новый уже увидел Сергей Кизоркин. Легендарный советский вратарь Лев Яшин и ещё шестеро футболистов оказались на российских почтовых марках не случайно. Новую четвёртую по счёту серию выпустили специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Гасили коллекцию по традиции известные футболисты крыльев советов и представители Самарской почты. Они все из расцвета нашего советского, я считаю, футбола, когда на мировых аренах наш футбол всё-таки звучал. И легендарный Лев Яшин, о котором говорили не только в СССР, не только в России, а во всём мире. И даже те, скажем так, уникальные прозвища, которые ему давали, одно из них – «Чёрный паук». Со звёздами футбола 60-х ветерану крыльев советов Валериану Панфилову сыграть не удалось. То есть он забивал мячи 20 лет спустя, но уже после спортивной карьеры они нередко встречались на футбольных матчах в качестве зрителей или тренеров. И с юмором вспоминали своё прошлое. Валентин Бубукин, он вообще был просто очень интересный человек с чувством юмора с большим. Я вот рассказывал, что он говорит, у нас же Лобановский, и вот сейчас Слуцкий качается на лавке всё время. Я говорю, не так качаюсь, я качаюсь в сторону. А я спрашиваю, а что такое, почему? Он говорит, да просто с трибуны тяжелее попасть будет. Каждому участнику гашения этой серии марок «Легенды спорта» Почта России подарила один экземпляр. Бывшему вратарю крыльев советов Виктору Гаусу, как и положено, вручили марку с изображением великого галкипера советского футбола Льва Яшина. Я так живьём-то не видел, как он играл, но есть записи старые, я с большим уважением отношусь. И всех людей, которые сегодня в этой марке были, я их в принципе так не лично, конечно, а так всех знаю, представляю. Против Валентин Казмича, вот он в торпедах, мы обыгрывали их. Он был главным тренером, так что очень приятно, что таких людей не забывают. Уникальную коллекцию футбольных марок можно будет приобрести на почте, однако филателлистам стоит поторопиться, количество экземпляров ограничено. Марки с легендами футбола можно будет увидеть и в музее крыльев советов. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин, События. Мастер-класс от ветерана для тех, кто ещё только мечтает о большой спортивной карьере. Ученики Самарской школы 155 играют в футбол в свободное от уроков время. А тут встретились с Валерианом Панфиловым. На тренировки побывал и Андрей Трой. Самара – город большого футбола. Первый футбольный матч здесь прошёл ещё в 1911 году, а своя собственная команда «Крылья Советов» появилась в 1942 году. О спортивных традициях, знаменитых футболистах и исторических событиях самарского футбола ученикам 155-й школы рассказал ветеран «Крыльев Советов», мастер спорта СССР Валериан Панфилов. Оказалось, что ребята неплохо знают историю любимой городской команды и буквально завалили мастера вопросами. Заинтересованность ребят живые, неравнодушны к футболу, горят футболом. Поэтому прекрасно в такой атмосфере себя ощущать молодым. Самара – это и футбол – это одно и то же. Поэтому я надеюсь, что будущее есть, но хотелось бы, чтобы это будущее выражалось и в нашей любимой команде «Крыльев Советов». Валериан Панфилов провел небольшой мастер-класс в спортивном зале. Был сыгран короткий товарищеский матч, закончившийся в ничью со счетом 1-1. Мастер коротко рассказал ребятам о некоторых приемах игры, указал на ошибки и заодно показал, что и сам находится в хорошей спортивной форме. Подобные мастер-классы будут проходить во многих школах в преддверии чемпионата мира, матчи которого пройдут в Самаре на новом стадионе. А на будущие годы городская администрация подготовила целую учебную программу, которая позволит привлекать ребят к спорту. У нас составлен целый большой план по подготовке к чемпионату мира по футболу. Департамент образования включил в этот план и классные часы для разных возрастов, дифференцированные, с мощной методической подпиткой. Эти классные часы предполагают и привитие детям культуры боления, и также работу по ознакомлению ребят с историей спорта, самарского спорта, мирового спорта, конечно же, футбола. Увлеченность самарских мальчишек футболом радует и действующих профессионалов, и ветеранов этой игры. Борьба за результат уже стала делом чести для многих ребят. Для этих мальчишек футбол уже больше, чем просто игра. Многим из них, кстати, светит серьезная профессиональная карьера. Пока специалисты только приглядываются к будущим игрокам, но скоро некоторые из них получат приглашение для участия в профессиональных тренировках, которые необходимы для будущей спортивной карьеры. Тренер сказал, что могут меня взять в локомотив. Здесь команда рядом. Я на товарищеский матч ездил уже. Андрей Трой, Дмитрий Мешканцов. События. Это были самые яркие события недели. Удачных вам событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok